День самоуправления – это возможность на собственном опыте испытать, что такое профессия учителя. Один урок – 45 минут на то, чтобы вжиться в новую роль и попытаться удержать внимание учеников. А это совсем непросто. В 6-м лицее такую возможность предоставили родителям. В начальной школе в последний день первого триместра уроки вели мамы и папы. Они рассказывали о своих профессиях и своих достижениях. День самоуправления – это когда в роли учителя пробуют себя сами ученики. Обычно это старшеклассники приходят в младший класс, в среднюю школу и проводят уроки. У нас уже стала традицией, что в день самоуправления уроки проводят родители. Они пробуют себя в роли учителя. Но это очень полезно и для родителей почувствовать, как трудна работа учителя. Но и в то же время для детей очень хорошо, потому что каждому хочется, чтобы именно его мама или папа рассказали о своей работе и побывали в роли учителя. В первом оклассе весь учебный день был посвящен средствам массовых информаций. На первом уроке ребята знакомились с тележурналистикой и даже попробовали свои силы в этом направлении. Они очень быстро вжились в образы и как настоящие корреспонденты работали в кадре. Мы находимся в цельном номер 6, где проходит день самоуправления. Принадаю слово Соне Шаповаловой. Спасибо, Максим. Я пожелаю маме и учителю счастья и здоровья. Дети с удовольствием брали интервью у своих друзей и, конечно, учителей. Им хотелось узнать, почему они выбрали эту профессию. Я решила стать учителем, наверное, потому что у меня был замечательный учитель с первого класса. И мне так хотелось быть тоже такой же и быть похожей на нее. Спасибо. По мнению администрации школы и самих родителей, такие уроки дают возможность всего за 45 минут узнать много нового. Очень хорошо, что у нас сегодня день самоуправления. Я считаю, что детям очень интересно узнать много нового. И, по-моему, сейчас все хотят быть журналистами. Дети, мне кажется, очень нравятся. Ко второму уроку все ученики первого А подготовили статьи. Каждый заранее с родителями написал материал в газету «Первоклашка». Ученики вместе с Анной Исаевой создали первый номер печатного издания. Подобные мероприятия в шестом лицее проходят в канун Дня учителя ежегодно. И каждый раз дети и родители делают для своих любимых учителей незабываемый подарок. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».